доброе утро сегодня прекрасный день только раскачался я к 12 часам я сова и просто сегодня чудесная погодка ехал на индийский пляж он остановился на как кинг-конг только хик-конг пляж и здесь уже отмель была рано с утра но все равно просвечивает дно песочное очень красивый там вдалеке люди стоят по пояс наверно так там 30 в 9 прийти то там можно стоять по щиколотку сейчас я покажу там вот вдалеке три точки это люди вот они 4 обсчитался а нет они просто сидели так что там по щиколотку я сейчас туда наверное зайду и с телефоном похожу поснимают наш погода сейчас прекрасная поэтому хочется это запечатлеть в памяти смотрите какая красота этот пляж не пользуется особой популярностью потому что он наверное такой открытый или не знаю почему здесь в основном выход с кафешек вот такого как бы открытого общественного выхода нету вот на через кафешки тоже можно пройти ничего страшного тут немного проходить они вот проход такой вот узкий но не узкий недолгий достаточно вот уже дорога и вот пляж я с краю всех кафешек зашел здесь ничего нету сейчас тоже там похожу поснимаю такая красота только насколько я помню закон не очень хороший здесь кораллы присутствуют камушки мне бы с моей ногой не хотелось бы опять травмировать и достаточно сейчас прилив сильный наверное придется все вещи брать в руку и поднимать над головой чтобы пройти потому что здесь наверное мне по пояс вот парень стоит по колено чтобы туда зайти сейчас попробуем решил даже аспока люди пройдут и судя по тому что как они неуверенно шли потом медленно шли и потом поплыли то дно действительно очень плохое и там камни она видимо даже начать наступила так сделать как больно типа того чё-то было а ну там вот уже по мелочи то есть есть здесь какое-то углубление но проход не очень хороший не знаю почему его не подготовили потому что дальше вот этот гребень длинный вперед он нормальный без камней песочный в ту сторону зен бич находится туда я направлялся но не доехал когда увидел эту красоту хотя на зен бич тоже есть отмели там в глубине но вот такого вот гребня нету и пешком до него ну дойти можно только если прямо сильная отмель то можно так там где-то по шею обычно ну в общем-то да я был прав заход очень плохой легче плыть чем идти либо идти очень медленно почему они не расчистили я не понимаю столько здесь кафешек парен лежит этой но при 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 это присоединю к этой территории и ни одна не может камни расчистить чтобы люди доходили спокойно а мостры приходится испытывать себя как по гвоздям ходить и все чтобы дойти до туда до ручка уже трясется от страха да не напороться бы ногу бы по больному месту ай задел очень крупные выступающие камни внешней поверхностью ноги задел уй тут вообще волны какие то вот а здесь уже все вроде как уже можно идти да но торопиться не стоит да плыть легче в этом случае но у меня сумка с собой приостановим пока что видите там в воде видно крабика он кстати говорят может укусить за палец и расщепить его на несколько частей снизу подкрадемся к нему хва устроим ему нелегкую жизнь странно что он не убегает этот крабик вот я рядом ну ладно не будем убежать крабиков ну вот такая красота посмотрите кайф еще безветренно можно снимать спокойно не будет задувать микрофон не будет помехов меховую штучку не придется на микрофон на внешне одевать красота сниму свою проходку по этой песчаной на песчаной насыпи от берега такой гребень здесь образуется в море красота ну вот я как говорил ходить очень опасно хотя я шел аккуратно медленно но вот наружной частью стопы я тем не менее большой камень задел когда ногу передвигал просто медленно так что ну очень опасно вот эта ранка она опять загнается 100% она конечно не глубокая и не будет течь гной неделю как вот здесь вот на ноге здесь уже похоже мои регенеративные способности кончаются и надо будет прибегнуть к помощи Лива Миколя это все таки да по советам многих людей вот и сам уже понимаю что организм ну никак не справляется вот хотелось бы конечно самому восстановиться но сегодня опять проснулся и опять пузырь гной накопился в ране хотя вчера вроде бы как уже состояние улучшалось вот и в это рана не глубокая но все равно понятно что она будет снаружи гноиться тоже как и все раны и будет неприятное ощущение когда буду одевать сандали вот так что здесь конечно без прорезиненных специальных сандалий вот для хождения по камешкам по таким вообще не обойтись очень бы советовал бы я и себе конечно их купить ну вот рана кровь течет неспроста посмотрите как здесь клево и как здесь мелко обалденско просто на такое расстояние отошли от берега красота просто лежи и наслаждайся там вдалеке Самуи видно постройки на острове на том на самом дальнем и так выглядит Панган со стороны моря пальмы горы постройки одноэтажные деревянные из бамбука стою по колено мужички отдыхают ну все выхожу еду загорать обнаженным иметь полный загар на всем теле без белых полосок красота и сейчас конечно облачно но солнце припекает не полностью застилает небо а это как он тучи не полностью застилает сейчас нормально лучшая пока погода вот с того момента как я вот повторный раз приехал на Панган я уезжал на неделю и все это время видимо погода была такая переменная то дождь то солнце и сейчас она надеюсь что налаживается и по прогнозу тоже было указано с утра что днем грозы прекратятся так что я в нужное время съездил в Бангкок пока здесь были грозы но девочка наслаждается жизнью и люди тоже наслаждаются из-за того что здесь течение очень слабое но только сейчас вот какие-то волны появились одиночные а так было все спокойно и тихо здесь вода застаивается на этом участке здесь мелководья видно стопы из-за этого здесь очень теплая прямо горяченная вода очень приятно здесь лежать в такой теплой воде девочка там укунулась здесь укунулась там нырнула здесь везде попробовала очень она довольна все я выхожу на берег езжу на улиский пляж на котором съемка запрещена снимать там можно только закаты когда люди находятся в воде и перед камерой нет никого уголенного тогда никто возмущаться не будет потому что ясно что ты снимаешь природу пейзажи а так был момент когда я видел что тайцы проходили заснимали что-то потом девушка к ним подходила и возмущалась видно что она недовольна они показывали ей свои записи она может быть просила их удалить записи на которые она присутствует ну понятно да что говорить даже вот я в сауне снимал там парень потом я на видео заметил что я когда проводил камеру вот так вот в бок что он уклонялся от нее и потом когда я заснимал их погружение в ледяную купель купель он меня попросил что меня не надо снимать пожалуйста вот хотя там такая темнотища может быть он военный по этим причинам не хочет ну и девочка тоже с которой я общался там еврейка иудейка наверно так будет более корректно а то забанят тоже попросила чтобы я ее не снимал когда она будет погружаться ладно я выхожу ну вот громыхало и ой девчонок случайно снял вот предлагают нам здесь массажный навес такой здесь делают массаж предлагают нам туда прямо зайти а ну вот девчонка зашла ну ладно не буду ее снимать не буду ее снимать вот дождик громыхало достаточно долго и потихонечку начал забираться и вот резко дождь пошел и здесь это такое явление распространенное вот она предлагает туда зайти под навес ну кто-то купается кому-то нипочем ну да на самом деле ничего страшного только вещи просто могут намочиться вот такая красота сейчас зайду сниму все таки людей как они купаются под дождем красиво там вдалеке такой туман многих людей это не останавливает красота дождь заканчивается не планирует но у меня есть такой вот дождевик вот такой вот вот он вот как же без вот он достался мне в подарок вместе с байком но я думаю что я его сегодня заберу я его за байком когда аренда закончится обратно сдам он позволяет мне ездить под дождем не стал дождаться когда дождь закончился я он не собирается вроде как заканчиваться здесь такие лужи огромные на Зенбиче ну когда я только сюда приехал здесь все было сухо и был сухой песок но сейчас уже уже достаточно долго держится вот я решил не ждать сейчас поеду прямо так в таком виде с дождевиком поеду поем а вот отвлекся от сути то что я хотел донести если ты едешь где-то наверху по горе и дует сильный встречный ветер то получается что как крылья летучей мыши сильно тебя в сторону уносит вот большая парусность у этого плаща и приходит и тебя сдувает реально с дороги и приходится очень аккуратно ехать ну все я в кафешке где меня повар не очень сильно полюбила она долгое время пыталась у меня узнать какое же я блюдо хочу одно или другое они очень похожи и теперь она меня запомнила и она говорит одно лишь слово когда я прихожу то же самое обозначает все даже не здоровается не спасибо не говорит когда за деньги когда мы рассчитываемся вот мое блюдо свинина рабочие напротив стройкой они почему-то дождь идет они так и ровно у них потому что идет заливка бетона нельзя ждать того что бетон окаменеет а сегодня мое терпение лопнуло буду применять медицину для лечения пальцев так как уже прошло больше десяти дней может быть даже уже вторая момента вторая неделя с момента ранения повреждения напоминаю я уколола панциря мидии такие знаете плоские такие ракушки ну вот из которых еще жемчуг достают и она когда ломается получается очень острый край я как-то с разгону засадил палец и прямо глубоко поранил ну по ощущениям ранения было очень серьезно я напуган был достал палец думал сейчас там большие кровопотерия но нет крови не текло много просто какой-то точечный точечный прокол глубокий но беда в том что палец загноился и заживляться силами собственного организма он не хочет вот к сожалению вчера вроде как было получше но после того как получше опять развивается загноение кожица сошла вокруг ранки поверх всего прокола был такой волдырь из гноя кожа отслоилась образовалась такая как бы ранка но не глубокая какого-то там дренажного отверстия нет есть небольшая тут точечка откуда выходит гной ну вот за ночь опять корка образовалась опять волдырь такой гнойный набух ну гной вышел но как-то цикличный какой-то процесс вот заживление полного полной реабилитации нету хотя лимфоузел паховый уже успокоился уже не так болезненный но не такой округлый не такой выпуклый воспаленный вот ничего я хочу сказать мне там посоветовали в комментариях левомиколь без нее никуда нужно с собой брать в поездку обязательно мама тоже говорит нужно либо мазь вишневского либо левомиколью воспользоваться здесь есть мази против антибактериальные есть конечно в продаже вот я погуглил есть порошочек такой антибактериальный на травах и плюс еще антибиотик не хотелось бы мне антибиотиком конечно пользоваться но без помощи современной медицины в данном случае никуда либо надо у местных узнавать какое растение можно приложить для того чтобы вытянуть микропатогенную флору вот но сейчас дойду до аптеки это средство стоит 45 бат за 3 пакетика я не знаю какие повеличенные пакетика может ни одного пакетика хватит но недорого сейчас заеду в аптеку куплю сниму как называется называется пайсис паудер пайсис пудра то есть как детская присыпка порошочек насыплена рана образуется корка можно размешать с водой чтобы кремообразная субстанция образовалась вот намажу вижу воду помогает очень быстро ну придется прибегнуть уже потому что две недели но слишком долго заживает рана вот и мое хождение тоже нарушено так как палец опорный следующий после большого пальца длинный палец у кого-то он длиннее чем большой у меня не так у меня все нормально я не рептилоид ну вот сейчас заеду в аптеку льют дожди потом поеду домой доем вчерашние два манго у меня остались я больше чем килограмм вчера купил вот доем манго да и даже с улучшением погоды еще конечно хотел вечером в аптеку сходить потому что сейчас в аптеку заходить там конди и дуют а науле я весь промок по-любому еще там промерзну не хотелось бы заболевать вот лучше конечно толстовку накинуть и туда зайти ну сейчас посмотрим два раза это лекарство применяется в день я могу сейчас применить еще вечером потому что сейчас день еще успею сейчас применить вот ну все я верну из дома я верну из дома я верну из дома все так а чей-то у меня а вот и он уже был включен я верну из дома все все усилия все 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 и Продолжение следует... До 70 разогнался Комфортная скорость 50 Поначалу ездил 30, но сейчас этого кажется уже мало Продолжение следует... 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 Продолжение следует...